Сегодня республику посетил командующий Северокавказским округом войск Национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Сергей Захаров. У него была особая миссия вручить государственные награды личному составу Управления Росгвардии по Карачево-Черкесии. С торжественного построения репортаж Фатимы Дауровой. Государственные награды за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебных обязанностей, ждут своих героев, которые выстроились на плацу. Торжественный митинг начался с воинского приветствия командующего Северокавказским округом войск Национальной гвардии Российской Федерации Сергея Захарова. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ командующий! Поздравляю вас с успешным окончанием выполнения угробных боевых задач. Ура! 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 В начале митинга гости мероприятия и сотрудники управления почтили память боевых товарищей и друзей, павших при исполнении служебного и военного долга, минутой молчания и возложением цветов к мемориальному комплексу. Командующий Северокавказским округом войск Национальной гвардии России Сергей Захаров в своем обращении к личному составу подчеркнул, что бойцы и сотрудники управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии, наряду с подразделениями Министерства обороны Российской Федерации и другими формированиями, мужественно выполняют все поставленные задачи специальной военной операции. Личный состав территориального управления по Карачаево-Черкесии в составе группировки войск сил от Северокавказского округа, войск Национальной гвардии Российской Федерации, с самого начала принимал и принимает самое активное участие в выполнении задачи специальной военной операции, проявляя при этом мужество, героизм, отвагу и самоотдачу. Чествовали военнослужащих и сотрудников, отличившихся в специальной военной операции, представители региональной власти, Министерства внутренних дел республики, ветераны ведомства. От лица главы республики Рашида Тимрезова спикер Народного собрания Карачаево-Черкесии Александр Иванов поздравил личный состав управления с присвоением государственных наград. Благодаря вашему героизму и отваге тысячи граждан на освобожденных от нацизма территориях могут растить и воспитывать детей, строить новые дома, развивать экономику регионов. Очень горд, что в нашей республике много таких смелых бойцов, которые, рискуя жизнью, стоят на страже безопасности своей малой родины и всей страны. Спасибо вам за верность присяге и своему отечеству, за мужество, доблесть, решительность и патриотизм. Медаль за отвагу. Самая почитаемая среди солдат и офицеров. Неофициально еще с Великой Отечественной войны повелось, что она дается исключительно за мужество и смелость, проявленные в бою. Обладателем заслуженной награды стал боец ОМОН «Мустанг». Медаль Жукова. Медаль за отличие в охране общественного порядка. Названия наград разные, но их ценность для каждого бойца особенная. Всего государственными наградами в этот день были отмечены 11 сотрудников Управления Росгвардии России по Карачаево-Черкесии. Значит, очень многое. От легкого трепета до безумного переживания. Потому что руководство страны, руководство Северокавказским округом, руководство управления достойно оценило мои навыки, профессиональный опыт. Я сумел применить свои возможности в сложившейся обстановке. И я этим очень горд, что пригодился своей стране, своему отечеству. Вся семья у меня династия служила в органах. Я ни капельки не задумывался о выборе профессии. Они обрадуются этой награде? Конечно. Я уверен, что будет им приятно. Как и всем родителям приятно. А что они скажут? Как вы думаете? Какие слова вы ожидаете? Если честно, не знаю. Но думаю, что похвалят. Молодец. Мы в тебе не сомневались. Что-то вроде этого. Под предводительством знаменной группы «Строевым шагом» личный состав Управления Росгвардии России по Республике торжественным маршем прошел по строевому плацу, закрывая официальное мероприятие, посвященное присвоению государственных наград. Хатима Дорова, Лебастана, Вести, Карачаево, Черкесия.